...строительство опасного, технически сложного объекта, вертолетную площадку. А уже 18 февраля жителями поселка Шудая были собраны записи против этого строительства. 13 апреля 2017 года состоялась встреча жителей поселка с представителями администрации, службы заказчика, проектировщиками, главным врачом Ухтинской городской больницы. Обсуждение строительства вертолетных площадок в ПАРУ прошло на повышенных клонах. И тут началось. Большинство СМИ стали освещать этот вопрос крайне объективно. Усиленно пропагандируя строительство вертолетных площадок на территории УГБ-1, как единственно приемленный вариант. Намеренно стало умолчиваться более безопасный и экономически выгодный вариант это реконструкция существующей вертолетной площадки на правом берегу УГБ-1. На сегодняшний день эта площадка имеет статус сохраняемая вертолетная площадка регионального значения. Данное предложение не вошло в технические задания проектировщиков, тем самым предрешив результат главбосэкспертизы в пользу более опасного варианта строительства вертолетной площадки у стен больничных корпусов. Такая политика привела к обострению конфликта. В результате односторонней информационной атаки со стороны республиканских СМИ вся республика слышала только то, что ей позволили слышать. Легенда о золотом часе и бриллиантовых минутах. Жители поселка не против вертолетной площадки. Нужно? Строите. Но делайте это так, чтобы ни население поселка, ни пациенты Ухтинской городской больницы, ни наши дети не страдали. В адрес Президента Российской Федерации было направлено более 710. Множество звонков на прямую линию, 14 видеообращений на прямую линию обращались и главе Республики Коми и другие инстанции. Все обращения перенаправлялись в Министерство здравоохранения Республики Коми. Заинтересованному лицу инициатору строительства. Тем самым еще больше звенчивая напряженная обстановка. Информация о железнолетной площадке на правом берегу реки Ухта носит ложный характер. Маленький размер, заброшенность, отдаленность от медицинской организации. Но в прошлом же году на площадку совершал посадку МИ-8 с полной загрузкой с бригадой специалистов для устранения нефтеразгива. Значит, ее можно эксплуатировать? На 3 июля 2017 года на территории поселка прошел митинг нет вертолетной площадки с основным баром. Он собрал рекордное количество участников. На митинге присутствовало около 500 человек. Под резолюцией подписалось 412. Ни в одном СМИ, кроме нескольких местных, не было освещено это событие. Никто из руководства ни города, ни республики не соизволил приехать на разговор с народом. Начальство изначально с правительства вертолетной площадки было откутано ложью, начиная с того момента, когда министр здравоохранения якобы присутствовал на встрече с жителями 13 апреля. Его там не было. Хочу обратить ваше внимание на то, что какие бы в наш адрес не сыпались комментарии, какую бы ложью нас не пичкали, это никоим образом не отразится на нашей позиции. Народ стал еще более нетерпимее, особенно после того, когда началось изведение забора вокруг Уфтинской городской больницы. Никто и ничего не имеет против этого забора. Необходимо возводить им. Но скажите, зачем ограждать территорию почти в 12 гектар? Если вы хотите делать забор, ограждение вокруг больницы, делайте, но в соответствии и на основании нормативными документами. Пропорционально койкам. Никто не возражает. И как ни странно, вдруг в этот момент в кризис каким-то чудесным образом находятся деньги в сумме 9 миллионов по 750 тысяч. А это подразумевает обязательную выруху со столовой бородой под вертолет. Хотим мы этого или не хотим. Явно прослеживается коррупционная составляющая. Но ни власть, ни правоохранительные органы, ни прокуратура этого не видят. Несмотря на то, что вертолетную площадку, строительство вертолетной площадки перенесли на 2018 год, настаивая, на реконструкцию вертолетной площадки, как на более безопасный вариант. И в заключение. Мы по-прежнему за безопасность полетов, реконструкцию вертолетной площадки на правом берегу реки Ухта, сохранение соснового бора. А на сегодня мы даже против ограждения такой огромной территории, которая забирает часть лыжной трассы у детской спортивной школы и тропы здоровья у жителей поселка Шутояр. Просим данный пункт о реконструкции вертолетной площадки на правом берегу реки Ухта, как более безопасный вариант, занести в решение конференции и адресовать правительству Республики Коми и администрации клубов Ухта. Спасибо.